Здравствуйте, Александр Герасименко. Две вещи, которые в нашем понимании совершенно не сходятся с логикой. Вещь первая. Деньги постоянно меняют руки. Мы их получаем, мы ими рассчитываемся, но при этом. Третий этаж. Богатые остаются богатыми. Второй этаж. Средний класс. Остаются средним классом, а бедные остаются бедными. При том, что деньги находятся в постоянном движении. Вторая вещь, которая логически в нас не откликается. Нам говорят, что быть богатым нужно что делать? Работать много и много учиться. И люди делают это. Но работать и учиться, поднимая тебя лишь с первого этажа, с бедности, до среднего этажа, и не поднимая тебя выше на третий этаж богатства, возникает разумный вопрос. Как подняться на третий этаж? Об этом в этом видео. Ключевое правило, которое лежит в основе всех пониманий денег, время, деньги. И по этому правилу живет первый этаж. Бедные люди. Многие думают, что это правило богатых людей. Нет. По этому правилу живут и им руководствуются только бедные люди. Возьмите пенсионера. Пенсионер ждет пенсию, он получает свои 10 тысяч рублей, больше или меньше, и ждет ее каждый месяц, потому что для него время, один месяц, это деньги, 10 тысяч рублей. Я помню, я снимал одно время квартиру, это было 17 лет назад, у станции метро Бабушкинская на первом этаже. И под окном моей квартиры была коморка дворника. Он приходил туда в 6 утра, каждое утро. Он будил меня, он будил мою жену. С ними не работали никакие уговоры, подкупы или даже угрозы. И в итоге мы съехали с этой квартиры. Одна из причин, потому что нас будил этот дворник. Я думаю, что этот дворник работал гораздо больше меня. Он был на работе раньше, чем я просыпался. Он выметал количество метров квадратных больше, наверное, чем слов, которые я в день говорил. И при этом, я предполагаю, что это был, как минимум, небогатый человек на первом этаже социального класса. Почему? Потому что он руководствовался поговоркой «время, деньги» и напрямую продавал свое время. Второй этаж, средний класс, живет совершенно иначе. Второй этаж понял, что этот цикл слишком короткий и очень мало денег ты в итоге получаешь, продавая свое время. Поэтому что сделали люди на втором этаже? Они впитали поговорку «нужно много учиться и много работать». И они привели в себя навыки и пошли этим путем. С навыками ты гораздо больше получаешь денег. Ты можешь научиться быть врачом, зубным врачом, стилистом. Ты можешь стать кем угодно, дизайнером, и получать хорошие деньги для того, чтобы быть в среднем классе. Но ты никогда не станешь богатым с помощью навыков и продажи своего времени. Получается, работает какой-то другой цикл. Верно. Работает цикл, который идет по другому направлению. Богатые люди живут совершенно иначе. Здесь время переходит в деньги через три основные этапа. Не через навыки, а через первая идея. Если вы подумаете о том, что делать средний класс, люди ходят на работу. И очень много там работают, бесспорно. Может быть, даже гораздо больше, чем богатые люди. Я помню одно время, когда я занимался преподаванием английского языка. Я преподавал в Москве миллиардерам, очень видным политикам. Един из моих клиентов был миллиардер, который всегда опаздывал на наши занятия. Я попал в поле 11-го. Он приходил где-то без 20-11. Очень живой такой, озорной. И всегда выспавшийся. Я понимал, что что-то здесь не так. Дело не в учебе и дело не в работе. Дело в каких-то других принципах. Так вот, средний класс часто ходит на работу безидейно. Это делается просто по привычке. Так делали наши родители. Они были трудягами. Они были большие молодцы. И мы у них унаследовали не только гены, а еще и эту привычку. Но богатые люди, они не просто работают. Он ничего не будет делать, если за этим не стоит одна мощная идея. Поэтому в переводе времени в деньги у богатого человека по циклу эффективности, напомню, это цикл продуктивности, это время, это навыки, это деньги. Так работает средний класс. Богатый класс работает иначе. Время идет в идею. Только если есть идея, человек будет работать. Нет идеи. Он будет ее искать. Он будет ее ждать. Он будет собираться с мыслями. Но не будет делать ничего, за чем не стоит одна мощная идея. Далее идем. Ставка. На идею нужно сделать ставку. Сколько раз мы слышим, «Ах, биткоин подорожал, эфириум подорожал». Если бы я тогда знал, люди, которые разбогатели на криптовалютах сегодня и подняли сумасшедшее состояние, это люди, которые не просто верили в криптовалюты, они ставку сделали. Они реально поставили свои деньги туда. Часто мы можем слышать такое, что у меня тоже была эта идея. Какая-то компания вводит продукт на рынок, «Ох, у меня была такая идея, ты же мог заработать миллионы». Ты не мог. Потому что у тебя просто была идея. Идеи самой по себе недостаточно. Нужно сделать ставку. Еще мы часто слышим, что важно верить в свою идею. Фактически не вера важна. Вера – это связующий компонент между идеей и ставкой на эту идею. Если ты имеешь идею, ты в нее веришь, но ставку ты не сделал, бесполезно и твоя идея, и твоя вера. Поэтому второй компонент – это ставка. Я хочу проакцентировать. Не просто идея, не просто мысль, не какое там особое богатое мышление, а именно ставка на идею. Из чего заключается ставка? Сейчас я немножко глубже. Ставка заключается в поместить в эту идею все свои ресурсы. Это будет и время, это будут и деньги, это будут люди, это будет энергия, это будут свои знания. Если не хватает своих знаний, нужно будет купить эти знания. Люди, те люди, которые у тебя есть и которых ты можешь получить. Ставка – это бросить все ресурсы сюда. И чем больше ресурсов ты бросаешь, тем лучше получается твоя ставка. Еще одна вещь. В казино, вне зависимости от того, сколько денег ты поставил, шансы твои проиграть или выиграть получаются примерно одинаковые. В жизни, чем больше твоя ставка, тем выше шансы выиграть. Потому что, чем больше ресурсов на тебя работает, тем сильнее ты на рынке получаешься. И продвигаемся дальше. От времени к деньгам. Это была идея. Это была ставка. И третье, самое главное, смена подхода, пока ты не достигнешь успеха. Мы видели случаи, когда люди сделали ставку. Они поставили многое. Ставка не сработала. У них опустились руки. Они обнищали. У них ничего не получилось. Почему ничего не получилось? Потому что, то, что ты делаешь вначале, и не всегда должно получаться. Ты должен соблюсти третий компонент цикла эффективности. Ты должен менять подход, пока все это в итоге не заработает. Я резюмирую. Лифт не едет с первого этажа, с бедного, на третий этаж богатых людей. Лифт поднимается с знаниями, с работой тяжелой, только на второй этаж. И там остаются люди на втором этаже. Они покупают себе квартиру, они как-то фиксируют себя на втором этаже. Все, мы уже не бедные. Да, вы не бедные. Но подняться на третий этаж, чтобы стать богатым, необходимо ходить не по циклу продуктивности, просыпаться раньше, делать больше, зубрить, учиться и поднимать свои навыки. Все это хорошо, но это поднимает тебя только на уровень второго этажа, на средний класс. А необходимо идти по циклу эффективности, в котором между временем и деньгами находятся три очень важных компонента. Идея, ставка на идею и смена подхода, пока вся твоя идея не заработает. Вот этот цикл в итоге производит продукт. Этот цикл эффективности производит систему, которая сама может делать продукт. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok